Также с 1 августа в России будет продлен льготный режим пребывания беженцев с юго-востока Украины, когда те, кто въехал в страну с территории Луганской и Донецкой областей, могли рассчитывать на продолжительное пребывание в России без особых условий, вплоть до получения гражданства. Хотя ранее власти планировали отказаться от этой меры поддержки, но нужна ли она самим беженцам, узнали мы с оператором Александром Брызгаловым. Леонид Дробязко, как началась война, с женой, матерью и бабушкой из Луганска переехали в Киров. Здесь долго без дела не сидели. По льготному праву Леонид и его семья получили статус временного убежища. Все, кроме пожилого человека, нашли работу. И это при том, что они инвалиды по зрению. И сейчас снимают квартиру 15 тысяч в месяц. При общем доходе чуть за 20. Но уезжать из Кирова не хотят, планируют получить гражданство. А для этого необходимо получить вид на жительство. Тогда на пенсию по инвалидности смогут рассчитывать. А это дополнительные расходы. Госпошлина, экзамен по русскому и так далее. Примерно 30 тысяч нужно заплатить за четверых. И вот вся сложность в том, как насобирать нам деньги на вот эти все процедуры. Это если бы были пенсии, так здесь парадокс в том, что пенсии мы получим только тогда, когда статус получим. Льготным правом пребывания пользуется большинство беженцев с Украины. В том числе и в Кировской области. Из двух с половиной тысяч прибывших сюда почти две тысячи получили статус временного убежища. То есть право как минимум год находиться на территории страны. Для других мигрантов срок пребывания не более трех месяцев. То есть основная масса все-таки идет за разрешением на временное проживание. И в дальнейшем вид, ну вид как бы пока не такое большого количества. А вот по разрешению на временное проживание у нас граждан Украины в прошлом году. И в этом году наблюдается значительный рост. В прошлом году у нас этот рост более чем 10 раз по гражданам Украины. Существуют и другие виды помощи. Региональные программы поддержки беженцев. Это уже прерогатива властей. Не миграционные службы. И тут все зависит от региона. К примеру, Кировской области предложить беженцам сейчас особо нечего. Говорит Юрий Басманов. Он на общественных началах занимается этой проблемой. Хотя и выплачивала область поначалу компенсации мигрантам с Юго-Востока. А сейчас только центр временного содержания и остался. Потому и уезжают украинцы в другие города. Льготный режим это позволяет. И сейчас идет большая эмиграция. То есть они идут в более крупные города, уезжают. То есть это Воркута, Усинцевские шахтеры. Соответственно много в Санкт-Петербург, в Подмосковье едут. Жаль, конечно, тем самым, что потеряли хороших специалистов. Были очень прекрасные специалисты, проходили там. Тем временем, по данным миграционной службы, приток беженцев с Украины в последние месяцы вновь увеличился. В 2015 году в регион прибыло почти 400 человек. Кстати, в том числе и с Западной Украины. В частности, со Львова. Говорят, это новая тенденция. В Россию просятся люди призывного возраста. Не хотят воевать на Донбассе. Не по идейным соображениям. Есть мнение, что просто боятся. Дмитрий Житарчук, Александр Брызгалов. Бюро новостей. До встречи. До встречи. До встречи. До встречи. До встречи. До встречи. до встречи.